Чтобы отправить ракету Falcon Heavy весом 550 тонн, нужно аж 400 тонн топливной смеси. За 9,5 минут все топливо израсходуется. Для вывода спутника на орбиту это достаточно, а вот долететь до Марса с помощью двигателя не выйдет, бак уже пуст. Эта проблема заставила искать ученых альтернативу, и она нашлась в виде ионного двигателя. Как работает всеми известная космическая ракета? Берем тонны жидкого или твердого топлива, поджигаем его с помощью окислителя, и мощный взрыв толкает ракету, то есть выполняется третий закон Ньютона. Двигатель работает и в безвоздушном пространстве, так как ракета несет на борту окислитель. За короткое количество времени ракета способна выбросить огромное количество энергии. Важнейшей характеристикой работы ракетного двигателя – скорость выброса пропилена. И самая эффективная химическая ракета выдает 5 км в секунду, тогда как ионная – 90. Химический двигатель имеет КПД 35%, а ионы – 90. Вместо горячих газов ионные двигатели выбрасывают ионы. Откуда они берутся? Они вырабатываются в генераторе плазмы внутри корабля. Нейтрально заряженные атомы газа, вроде ксенона, обстреливаются электронами. Они выбивают из них еще больше электронов, в результате чего возникают положительно заряженные ионы. Этот плазменный суп из электронов и положительных ионов сохраняет нулевой заряд. Электроны остаются в камере, продолжая участвовать в ионизации, а вот положительные частицы вытягиваются через специальную сетку. Проходя через нее, ионы с помощью высокого напряжения выбрасываются из сопла. Откуда берется напряжение? Из небольшого реактора на борту. У вас точно как и у меня может возникнуть еще один вопрос. Что за трубочка, через которую выходят электроны? Это инжектор электронов, или нейтрализатор. Электроны, испускаемые им, нейтрализуют положительный заряд ионного пучка, истекающего из двигателя, чтобы вылетевшие ионы не притягивались обратно к двигателю, уменьшая этим тягу. Конечно, ионный двигатель имеет недостатки. Первое, это невозможность использования взлета ракеты из земли. Тяга двигателя очень мала, буквально микроньютоны. Чтобы вы понимали, насколько это мало, на вытянутую руку положите листок А4. Вот такая вот тяга двигателя. Тут и вытекает вторая проблема. Очень долгий разгон. Требуется 4 дня для того, чтобы ускориться от нуля до 100 км в час. Но если разгонять аппарат годами, то мы получаем просто фантастическую скорость. Ионный двигатель используется на многих спутниках, начиная с 1998 года. Он дает возможность маневров космическому кораблю. То, что химический двигатель не может сделать из-за быстрого расхода топлива. Субтитры сделал DimaTorzok